Добрый день, меня зовут Сергеев Александр, я являюсь руководителем учебного центра компании Петрович и сегодня мы здесь находимся в торговом зале нашей компании на очередном мастер-классе По укладке ламината и мы сейчас переходим на новый формат, поэтому мы пригласили для этого специалиста, профессионала в своем деле Одного из ведущих блогеров нашей страны в строительной отрасли, который входит в топ-10 по мнению РБК Александр Смолин Спасибо Пожалуйста Повторюсь, да, зовут меня Александр, фамилия Смолин, папу звали Виктором После 10 можно просто Саша Давайте приступим к нашей теме Ламинат относится к категории системы напольного покрытия плавающего типа То есть это покрытие не зафиксировано на полу, клеем там и прочими материалами И должно находиться на каком-то расстоянии, то есть зазор от стен Время не стоит на месте, появляются новые материалы Это ПВХ-плитка замкового и клеевого типа Это кварц-виниловая плитка и так далее Но, к сожалению, ламинат все еще занимает, я бы сказал так, процентов 70 Останавливают свой выбор на ламинате И сегодня как раз вот проведем мастер-класс Поделюсь своими интересными моментами, тонкостями С чем можно столкнуться при укладке ламината Случаи из жизни Не классику, которую можно прочитать на упаковке Посмотреть какую-то инструкцию в интернете А то, что реально, с чем я сталкиваюсь в жизни Эту информацию все накопил и поделюсь сегодня этими фишками с вами Люди часто боятся приступать к ремонту, выполнять какие-то отдельные виды работ Связаны с отделкой и с ремонтом Укладка ламината не составит никакой трудности Если вы сегодня внимательно посмотрите и послушаете меня Вам эта работа доставит удовольствие И вы с гордостью можете отчитаться перед супругой И показать ей результат вашего труда Любой пол, ламинат, паркетная доска замкового типа Укладывается уже после того, как готовы стены И перед установкой дверей Это важно Ну, не многие, часть людей допускают ошибку Устанавливают двери, а потом начинают заниматься напольным покрытием Для ламината, паркетной доски, любого покрытия замкового типа Это неприемлемо 5 моментов, на что стоит обратить внимание Во-первых, с чего начинается выбор ламината Выбор это в первую очередь по цвету, структуре В привязке к вашему будущему интерьеру Далее, надо посчитать необходимое количество ламината Особое внимание уделить подготовке поверхности Чтобы вся ваша работа не пошла на сморку Допуская ошибку на одном этапе Приходим к катастрофическим последствиям На завершении ремонта Также, выбирая ламинат Необходимо озадачиться вопросом выбора правильной подложки Ну и, соответственно, подбор необходимого инструмента Как я общаюсь с заказчиками, когда спрашиваю Вы определились с выбором чистового материала? Ну, допустим, для напольного покрытия Да, определились, говорят мне А я спрашиваю, что мы будем делать? Витрину или эксплуатировать помещение? Я отвечаю, конечно, эксплуатировать помещение Тогда скажите мне состав семьи Наличие детей, домашних, питомцев Ну и как часто теща приходит, да, в гости Образ жизни, каким образом связан Один человек приходит, аккуратно снял тапочки На цепочках прошел, взял планшет, книжку И спокойно читают Утром встал, аккуратно ушел Другой же приходит, там ботинки, сапоги летают Собака там, дети рисуют, колесики, машины Ну, это образ жизни Более того, погодные условия влияют Если вы решили уложить ламинат около входной двери в квартиру Улица пришли, грязь, снег, первый этаж, коврика нет Кто-то по-соседски позаимствует Песок, снег, все это идет То есть надо учитывать еще и погодные слои И физические свойства выбранного материала Это я плавно подвожу к выбору ламината Когда производитель выпускает свою продукцию Они испытывают на ударопрочность, на истираемость На звукоизоляцию и влагостойкость Класс ламината с 21 по 43 класс Ну, двойку можно опустить Сейчас расскажу Первая цифра Это тип помещения Два, три, четыре Жилое помещение Общественное Макаровку заканчиваю Пишу уже по-английски, как азбука Морзе Жилое помещение Общественное Офис, склад Почему они так разделены? Все понятно По степени проходимости Чем чаще мы ходим, тем выше должен быть класс Но хочу отметить сразу Допустим, ламинат 32 класса Может быть лучше, чем ламинат 33 класса Это только из опыта А вторая цифра, которая может быть от единицы до трех Это проходимость О чем я говорил От низкой до самой высокой Еще толщина ламината Как правило, там 31-32 класс, где-то 7-8 миллиметров Что выше, 10-12 миллиметров Да, это уже класс, соответственно, где-то 33-34 Если применительно к торговому дому Петрович обращаться Здесь отличные консультанты есть У меня, кстати, есть ролик на канале, где я делал обзор данной площадки Кстати, все шикарно, просто, легко, доступно Все в одном месте Языком владеете, да, будете марки клеить Расчет требуемого количества Здесь два варианта Обратиться к продавцу-консультанту Все по-разному считают Они берут площадь помещения Делят на площадь одной плашки Считают количество плашек Это не всегда так Всегда нужно иметь запас Для чего? Во-первых, если ламинат это заказная позиция То есть привозят с другого города Всегда есть какой-то процент брака Независимый от вас То есть надо какой-то процент Ну, плашки 3-4 запасных Для площади, допустим, 20 квадратных метров А запас на раскрой ламината Мы же все-таки красиво хотим выложить поверхность Соответственно, чтобы красиво было Существует три вида укладки, да? Это прямая укладка Когда у нас все плашки расположены в ряд Со смещением на половину, на одну треть У нас существуют подрезки Мы их выбрасываем И в прямом варианте запас по площади Приблизительно 5-7 процентов Диагональный вариант раскладки То же самое помещение Да, ну и соответственно Наши плашки распределены таким образом Здесь больше подрезки Здесь где-то 10, ну 13, не люблю число 14 процент запас То есть имейте в виду Прикиньте все за и против Какой вариант устроят Ну и еще есть вариант Елочкой Я не буду комнату рисовать Я покажу, как елочка выглядит Да, это когда вот так вот все выложено Очень мало коллекций такого ламината И честно говоря, вот я сам замкадыш, да? В Обскове проживаю У нас нет таких коллекций ламината Кварцвиниловую плитку, да? Я встречал так представлено Смотрится оригинально Редкий способ Ну, тем не менее, я хочу, чтобы вы знали Что существует и такой способ У меня даже дома Я когда людям, чтобы сэкономить финансы В Excel просто формулы ввел Размеры помещений Размеры плашки Правильную раскладку Ну, со смещением там, допустим На одну третью Или на одну вторую Заморочился формулами Там есть ли и, или не, да? И мне он выдает В ряд сколько целых плашек Какая плашка какого размера Остаток какого размера И в итоге табличка Надо столько-то плашек купить в магазине 79 штук, допустим Ну, я покупаю на 2, на 3 больше Да, насчет заказных позиций Иногда привозят кратно упаковкам Так что, может быть, в таком случае Есть смысл поменять одну коллекцию По размерам Ламинат же по размерам тоже может отличаться Длина и ширина Может есть смысл переиграть Чуть меньшего размера Или чуть большего И покупать уже с минимальным перебором А подготовка поверхности Поверхность должна быть прочная, ровная Особенно это касается по углам помещения Я вот так нарисую пол Будем считать, что это идеально ровно нарисовал А это стена у нас Главное по углам, чтобы не было подъема пола Потому что сюда мы потом монтируем плинтус И такой подъем А если в длину брать Чтобы не было вот такой вот волны пола Особое внимание надо уделять Это что касается узла примыкания потолка и стены Где мы клеим плинтус Потому что если используется Там идеально должна быть поверхность И то же самое Для монтажа напольного плинтуса Обратите внимание Иначе потом этот плинтус смотрится издалека Ну очень некрасиво То есть допустили маленькую ошибку А готовый результат Ну напрочь все ваши ожидания перечеркнет Про подложки давайте поговорим Это подложка изготовлена по принципу экструзии Это вспененный вариант производства Потом натуральные материалы там Пробка Я наверное вскрою с вашего позволения Меня тут снабдили инструментом Чтобы из дома не тащить ничего Пробка по деньгам Кусается В основном ее применяют в коммерческих помещениях В офисах где высокая проходимость Что есть пробка Это экологически чистый материал Толщина в данном случае двойка Она бывает 2,5-3 мм Пробка она как хороший шумопоглощающий материал Немного даже еще и утепление дает И за счет своей плотности Когда на ней уложен ламинат И где высокая проходимость Очень вообще снижает на нет гуляние замков И как следствие поломку То есть ваше покрытие прослужит долго Это обыкновенный вспененный полиэтилен Рулонного типа Мне он не нравится честно говоря Ну стоимость естественно низкая Во-первых это рулон Казалось бы дешевый Что постелил там и работай Для работы неудобно То есть помещение должно быть полностью свободно А иногда бывает ситуация Что мебель вынести некуда И ламинат укладываем Половину комнаты положили Перенесли мебель в диван И дальше продолжили Но всегда есть выход Свернуть, уложить ламинат здесь Перенести мебель И дальше продолжать Неудобство Она застелена на полу Естественно она всю площадь пола не перекроет Раз мы ограниченными размерами Приходится связывать Стыковать скотчем малярным Ну мы ходим На коленях там С наколенниками В обуви, без обуви Зацепил Порвалось Ну как-то так Вот еще подложка Да Под паркеты Ламинат Она сразу Выполняет роль И звука И влага Теплоизоляции Подойдите Сравните Вот Потрогайте в руках Так сильные ощущения Почувствуйте разницу Последний вариант Это сразу И гидроизоляция И подложка И теплоизоляция Кроме подложки Еще потребуется Гидроизоляция Классический вариант Укладки ламината Нам надо весь пол Застелить полиэтиленом Полиэтилен выступает В роли гидроизоляции Спрашивают А зачем Мы же не будем там В спальне ничего поливать В воздухе всегда Присутствует влага Как естественно И плюс мы еще дышим Влага попадает Как вы не хотите Все равно На бетонную поверхность Бетон впитывает эту влагу Потом отдает Куда он отдает Через подложку Ламинат То есть гидроизоляция Подложка Ламинат Потом двери Плинтуса Есть бывает еще листовая Изготовлена по принципу экструзии Там 2,5-3 мм Она листами 500 мм на метр Вот ее хорошо укладывать Просто раскладываем ее Первый ряд Вдоль стены Откуда начинаем укладку ламината Связываем листы с кучем Спокойно работаем Не всегда у нас представляется возможность Раскрой ламината Который сопровождается Образованием некоторого количества пыли Пилим где-то в другом помещении Потом в тапочках заходим Несем Иногда приходится пилить в этом же помещении Это пыль Если мы бы застелили всю площадь подложкой Как убирать пыль? Никак А так аккуратная площадочка есть Там укладываем ламинат Здесь пылесосим Пилим пылесосим Универсальная подложка Значит здесь на этой подложке Должна быть надпись Лицевая сторона И наружная Да вот написано Этой стороной вниз Ну как прапорщики деревья сажают Деленый вверх Почему вниз? Потому что нижняя часть Это полиэтилен Гидроизоляция уже готова В середине находится Вспененный полиэтилен Или здесь полиуретан Вспененные шарики Скажем так Мягкие А сверху На лицевой стороне Полиэтилен Но с перфорацией Воздух Чтобы гулял Вот три в одном Исправить кривизну Некачественно подготовленной поверхности Путем подкладывания Местами там Кусочков подложки Там два слоя Это плохая идея Забудьте про это Какой же нам пригодится инструмент Пилки для лобзика Рулетка Карандаш Очки Если вы будете использовать Электроинструмент Не лобзик А болгарку Сейчас покажу Потребуется кисточка Молоток Малярный скотч Розеты Об этом чуть позже Угольник Клинышки Задообразное приспособление Из металла Потом покажу Для чего надо Некоторые продавцы И консультанты При выборе ламината Рекомендуют Приобретать Гель Для защиты Замковых соединений Да От попадания влаги Из опыта скажу Где это помогает Где-то нет Болгарка Электроинструмент Работая с болгаркой Обязательно Защитные средства Это в виде очки Как пилить болгаркой Существуют диски Универсальные Да Там пластик Дерево Пилить У меня на канале Есть ролик Где я Таким и другим диском Делаю раскрой Ламината И паркетной доски Вдоль Лобзиком Это несколько долго Болгарка Получается быстрее Шуруповерт Пригодится Для монтажа Будущих Плинтусов Ну и соответственно Лобзик Пилки по ламинату Не абы какую пилку покупать Почему пилка по ламинату Иногда надо выполнить подрезку так Чтобы были минимальные сколы И желательно купить Как минимум две пилки Почему? Ламинат бывает настолько Плотный Твердый Что просто горят пилки Но опять-таки Пилки тоже бывают разные Может потребоваться Реноватор Если вы не воспользовались Моим советом И сначала установили двери А потом Пришли к укладке ламината Не пугайтесь Всегда есть выход из положения Как говорил Барон Мюнхгаузен Из дома Выезжали рано Сегодня в 3 утра Пока супруга спала Я вот мыло украл Ну и свечку дома нашел Покажу для чего пригодится Пару слов о технике безопасности Если вы работаете электроинструментом В первую очередь Вы должны убедиться В исправном состоянии Электроинструмента А именно Обратить внимание На сохранность Электрического кабеля С вилкой Выключен или включен Инструмент И только после этого Вставляем в розетку Были случаи Когда Оставляется Включенным Кнопка А из розетки Выдернул Другой пришел Вставил в розетку Это все дело полетело Но то же самое касается Лобзика Тоже Опилки Летят Лобзик работает Очки Очки Бережем глаза Несколько полезных советов Касательно подсчета Необходимого количества От чего это может зависеть Смотрите У нас помещение Может быть четкой Геометрической формы Имеет свои размеры Длина Ширина помещения Допустим Плашка имеет тоже свой размер Длина Ширина Не старайтесь сразу Начинать укладку Рядами Вы можете в конце Прийти У нас узенькая полосочка Будет из ламината Шириной 25 миллиметров 30 А у нас еще будет установлен Плинтус И что мы Ну некрасиво Это будет смотреться Соответственно Надо прикинуть Может придется Стартовый ряд Начинать не с целой плашки А с половины Или с одной трети То есть посчитать Все это просто Ширина плашки Ширина помещения Количество Целых плашек И десяток Также надо учитывать Расположение мебели Вы начали с целой укладки А тут у нас мебель Серванты Шкафы А видное место У нас в самом конце То есть этот момент Тоже надо учитывать Помещение может быть Чуть-чуть Трапецией Да То есть это расстояние А Больше чем расстояние Б Причем здесь у нас Угол 90 градусов Да А здесь угол Меньше 90 градусов Здесь у нас входная дверь Допустим Вариант Нам надо Прийти сюда Ровной линией Которая параллельна стене Соответственно Первый ряд Мы начинаем С подрезкой Каждой последующей плашки На нужное расстояние От стены Как это делается Проводится Линия Лазерный уровень Рулетка Провилы Прочие То есть сначала Сделать разметку То есть мы можем По площади посчитать Как я раньше говорил Определенное количество плаш Там допустим 73 А когда Начали укладывать Подрезка Туда-сюда А тут узкая Надо еще Там допустим 8-10 штук То есть эти моменты Тоже надо учитывать Вам может Пригодиться Веник Конкретная ситуация Укладываем Ламинат В отдельно взятой комнате Мы всю мебель Вытащили Унесли в коридор В соседние комнаты Пилим Ламинат там же От распила У нас образуется Пыль, крошки, мусор Туда-сюда Веник нужен Чтобы собирать Нет веника Можно воспользоваться Пылесосом Пылесос Также может пригодиться Если вы используете Электроинструмент С возможностью Подключения К шлангу пылесоса Кисточка еще пригодится Ламинат-то Замкового типа Ходим Пыль, сквозняки Туда-сюда Замки Перед монтажом Покажу Кисточкой Ламинат Должен Отлежаться В помещении Как минимум 24 часа Ну привыкнуть К тем условиям Во время укладки Распаковываем пачку Осматриваем плашку На наличие Повреждения Повреждения Характерные повреждения На углах На углах Каждой плашки Это очень важно Просто потом Когда вы застелили Радостный Довольный Делаете уборку И в середине комнаты У вас скол На одном углу Неприятная ситуация Перекладывать Вскрываем Когда мы положили Углы Хоть чуть-чуть Он гуляет Поверхность И может Обращали внимание Где такой Ламинат Лежит У кого дома Не один год Углы Или сточены Поверхность Или сколоты Фаска Предотвращает От этих повреждений Самое главное Самое главное Сейчас я покажу Правильно Положить первый ряд Вставляем замок Покачивающими движениями Соединяем Можно стукнуть Почему я работаю Без перчаток Я проверяю Смещение Одной плашки Относительно другой Замков Надо стараться Чтоб Замки не смещались Иначе у нас Будет расхождение Но это тоже Не беда Это можно Починить Все В процессе укладки Ребята Сымитировали Стойку Дверной коробки Давайте мы пока Просто отпилим Я обычно собираю Целиком и весь ряд Неважно Первый этот Или последующий Качество Выполненной работы Итогового результата Во многом зависит От того Насколько вы Ровно Уложите первый ряд Относительно стены Почему я говорил Стену надо Стараться делать Ровной Но не всегда Это получается Для этого Есть у нас Такие специальные Приспособления Клинья Они могут Продаваться Вместе с набором Задообразная Металлическая Добивка И клинья Можно купить Клинья отдельно Для чего нужны Клинья Стена у нас Неровная Нам надо Положить Первый ряд Идеально ровно Потому что Каждый последующий Мы вставляем В первый ряд И чтобы у нас Не пошло гуляние Расхождение Расхождение Поднимаем Наши плашки Две Проверяем Можно Ноготком Проверить Если боитесь За свой Маникюр То Мякишим Пальцем Клинья у нас Стоят То есть Мы не боимся Что у нас Первый ряд Как-то Изогнется Поднимаем Вот смотрите Что я говорил Про кисточку Накладываем Весь ряд Соединенный Друг на друга Я еще использую Такой метод Добиваю Замки Но все зависит От качества Замков От качества Самого ламината В каких случаях Вручает Такой способ Добивки Во-первых Мы Как бы добиваем Замок Плотно-плотно Все-таки Пыль может попасть И прочее И второй Что самое главное Мы делаем Четкое соединение Двух смежных Плашек Нет смещения Друг относительно друга Это что касается Укладки И так ряд за рядом Давайте вернемся К дверям Ну случилось Так что Дверь уже установлена Поменяли квартиру Денег на ремонт Нет Но ламинат Захотели постелить Всегда есть выход Из положения Нам необходимо Ламинат Как-то запихнуть Под дверную коробку В данном ситуации Нас выручит Реноватор Кладем обрезок Ламината Ненужный Берем наш реноватор Лишнюю часть Вырезали И Ну конечно Это все с подложкой Надо делать Учитывать толщину подложки И нам Не составляет сложности Правильно зададите мне Закономерный вопрос Александр А как же мы весь ряд Собираем И нам надо Как-то туда Это все Собрать Многое зависит от того Как происходит Укладка ламината Перпендикулярно Двери Или короткой стороной Как сместить Одну плашку Относительно другой Я вам говорил Что у меня есть Мыло И свечка Смазываем мылом Замок Или свечкой Ну и вторую плашку То же самое Теперь надо сместить Ну какие способы есть Двусторонний скотч Приклеить К двустороннему скотчу Деревяшку Да и уже стучат По деревяшке Второй вариант Это вот Добивочная Планка Зетообразная Но ее использовать надо Очень аккуратно Можно повредить замок А этот способ Еще добивания Да помогает Когда вы допустим Стыкуете Вот у вас уложена Там керамогранит Плитка И использован Зетообразный порожек То есть плитка Зашла под порожек И прижала порожек Там специальные выемки А со второй стороны Паз для ламината Ламинатка мы Как укладываем Мы поднимаем Ряд плашки вверх Вот этот способ добивки Да иногда помогает Обводы для труб Разборная деталюшка Почему разборная Потому что можно ее Подвижите пожалуйста Вот у нас стояк Там труба Ламинат уложили Одели Соединили Да Одели на трубы Разве это бывают Пластиковые Бывают деревянные Разборные А есть еще ситуация Можно пойти В сантехнический магазин Ирию Петрович Здесь все вместе есть Называются отражатели Они белого цвета Разного диаметра Если не подходят Всегда можно подрезать ножичком И покрасить в нужный цвет Итак хочу резюмировать Да вроде так все Расскал основное Выбираем ламинат Подходящий по классу Износостойкости Применительно К вашему помещению К климату в вашем помещении Влажность и прочее К вашему образу жизни И как помещение Будет эксплуатироваться Наличие детей Домашних питомцев Соответственно по цвету К интерьеру Нужное количество Я рассказывал как считать Все просто С учетом размеров помещения И кривизны помещения Раскладка я рассказал Ну два основных вида Диагональная И со смещением плашек Или пополам Или на одну треть Ничего сложного нет Глаза боятся Руки делают Что-нибудь сомневайтесь Не пугайтесь Подумайте немножко Чай попейте И придет хорошая мысль Как выйти из данной ситуации Александр большое спасибо вам За то что приехали к нам За то что провели Такой замечательный мастер-класс По укладке ламината И ждем вас в гости снова Ну я часто посещаю Питер Да И родственники здесь В театр приезжаю Вам спасибо Что пригласили Надеюсь мои советы Были кому-то полезны Пойду я погуляю Может что-нибудь прикуплю Пользуюсь случаем Удачи Спасибо Друзья у меня к вам Убедительная просьба Ролик получился Несколько длинный Хочу узнать ваше мнение Насколько такой формат Вам интересен Что было лишнее Что было сказано в тему Пожалуйста пишите в комментариях Делитесь своим мнением А дальше будем думать Продолжать или не продолжать На этом сегодня все С вами как всегда был Александр Смолин Подписывайтесь на мой канал На ютубе И на мой инстаграм Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok